Дорогие телезрители, напоминаем вам о том, что прямо сейчас мы работаем в прямом эфире. Поэтому, если вы желаете присоединиться к нам, звоните к нам в студию по номеру телефона 423897. Мы ждем вашего активного участия. Сегодня мы расскажем вам про спорт трансплантированных и диализных пациентов, то есть тех людей, у которых была пересадка органов, и тех, кто получает диализ, то есть замещающий основные функции почек. Да, ведь у нас есть замечательный повод. Буквально недавно к нам вернулся Гаврил Чемаханов. Он принял участие на 21-х европейских спортивных играх, и он привез нам множество медалей. Но об этом он расскажет нам сегодня сам. Мы рады представить вам наших сегодняшних гостей. У нас в студии Гаврил Александрович Чемаханов, чемпион 21-х европейских спортивных игр среди диализных пациентов. Здравствуйте. Здравствуйте. Далее у нас Петр Николаевич Давыдов. Петр Николаевич является руководителем службы адаптивной физической культуры и спорта, республиканского техникума-интерната, профессиональной и медико-социальной реабилитации инвалидов. Добрый вечер. Здравствуйте. Также у нас в гостях главный врач амбулаторного центра гемодиализа, диалог Антонина Ивановна Анисимова. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, конечно же, первый вопрос к кому? Непосредственно к нашему чемпиону Гаврил. Расскажи, пожалуйста, как ты съездил, что ты привез к нам домой в республику, сколько медалей и какие вообще у тебя общие впечатления? Здравствуйте, уважаемые телезрители. Впечатления очень самые хорошие, потому что я завоевал две золотые медали. Общее количество медалей семь. Из них четыре плюс серебряные и одна бронзовая. Итогом вот мне дали такую грамоту, где сертифицировано, указано, какие виды были. В основном там легкая атлетика, где я участвовал. И метание, вот кубок за метание диска. Никогда не пробовал, никогда не участвовал в этом виде спорта. Но как-то пришлось дальше всех. Мне сказалось былое, что я занимался вольной борьбой. Впечатления очень хорошие, встречает на уровне, на международном уровне, это есть международный уровень, все равно это Европа, международный спорт. Поэтому очень много знакомств, очень много позитивных эмоций от этого. И получение сертификата на выезд на всемирные транспортационные игры. Об этом я чуть позже вам тоже сообщу. Ну, очень, скажем, продуктивная поездка у вас получилась, говорил, чему мы очень рады. И я думаю, то, чтобы наши телезрители, как бы говорится, наглядно увидели и поняли, что же такое спорт трансплантированных и идеализных пациентов, предлагаю вашему вниманию небольшой материал, который мы подготовили специально для сегодняшнего эфира. Внимание на экран. На протяжении вот уже 30 лет национальные, европейские и всемирные игры для людей с трансплантированными донорскими органами продолжают доказывать то, что люди, прошедшие пересадку или получающие идеализ, могут вести активный образ жизни и достигать спортивных высот. Первые летние всемирные транспортационные игры, участие в которых приняло 99 рецепиентов из 6 стран, прошли в 1978 году в Англии. Сегодня подобные соревнования собирают тысячи участников и болельщиков из всего мира. Летние транспортационные игры проводятся регулярно по нечетным годам. В их программу входят биатлон, велогонка, гольф, плавание, настольный теннис, волейбол, бег, прыжки в длину, метание копья и другие виды спорта. Наряду с летними играми проводятся и зимние. Впервые российские спортсмены на всемирных играх для людей с пересадкой органов выступили в далеком 1990 году. После этого ни один участник из России не выходил на арену столь масштабных соревнований. Пока Гаврил Чемаханов в этом году в одиночку не представил Россию на европейских играх, которые прошли в польском Замосте. Выступление Якутианина получилось крайне урожайным. Семь медалей, из которых две оказались золотого отлива. После успеха в Польше якутский энтузиаст полетел на всемирные игры, но уже в качестве гостя. В данный момент Гаврил работает над учреждением Всероссийской Федерации спорта для диалезников и пациентов с трансплантированными органами, которое в скором времени возродило бы данное спортивное движение в нашей стране. Дорогие друзья, вот эти всемирные игры трансплантированных и диалезных пациентов представляют собой как Паралимпиаду и Олимпиаду. Кстати, стоит отметить, что они проводятся наряду с этими спортивными историческими самыми большими формами на протяжении 30 лет параллельно проводятся. Но, к сожалению, нужно отметить, что освещаются они не так масштабно, как хотелось бы. И поэтому сегодня, именно сегодня мы говорим на эту тему у нас в программе. Ну и российских спортсменов действительно на масштабных таких подобных соревнованиях не было очень давно. Вот Гаврил, вы поехали и приехали с медалями. Вот расскажите, как вы узнали про эти игры и как вообще возникла идея участвовать? Вообще начало было такое, меня пригласили в Москву на форум именно со спортивным контекстом, где были много иностранных граждан. Вот иностранные граждане, вице-президент вот этих федераций, они рассказывают именно про мировое сообщество, где они спортом занимаются. Ну наши как-то очень сука к этому отнеслись, это было как бы, я так понял, для галочки. Вот у меня очень проявился живой интерес, я после этого с ними связался. У нас хорошо, что интернет существует в данное время, поэтому как-то сообщение как-то очень быстро друг друга нашли мы, общий язык. Вот, и в итоге того стало, что меня пригласили на этот чемпионат Европы. Денежные варианты были у нас скудные, поэтому как-то все друзья помогали, родственники. Свои. Свои, да, какие-то личные сбережения. Но продуктивность вот очень хорошо выявлена от моей поездки. Ну, а вот тогда возникает вопрос, вы конкретно ехали за медалями или все-таки большее участие? Если честно, нет, если честно, была такая просто изначальная мысль узнать, что, как, где, кто, как. Вообще, кашу эту узнать изнутри, познакомиться еще поближе. Я познакомился в Москве, надо было съездить, познакомиться. Но никак не ожидал, что вот 7 медалей будет как-то результативной вот такими у меня. Очень успешная разведка прошла. Ну, и вопрос к Петру Николаевичу. Петр Николаевич, вот на ваш взгляд, насколько важны такие мероприятия для вот таких пациентов? Ну, мы все знаем, движение это жизнь. Мы все живем в этой планете и должны жить здорово, успешными должны быть. Вот один из направлений для людей с заграничными возможностями здоровья, социализация и реабилитация в обществе средствами физико-культуры спорта. Один из этих направлений, занимаясь адаптивной физикой культурой и спортом, можно стать успешными. Такими есть, например, наши сурдоборцы, вот недавно, которые завоевали медали, паралимпийцы, вот теперь мы, например, вот Гаврила, вот уже видим, что можно заниматься физико-культурой и спортом, быть успешными и полезными в своей обществе. Антонина Ивановна, вот скажите, вот на примере Гаврила, да, вот занятие физической культурой, да, спортом точнее, вот как сказывается на состоянии вот организма, вот вообще тела, вот именно вот для людей вот с диализом, которые получают диализ? Я скажу, что только позитивно, по той простой причине, что, ну, приходится вам кратко рассказать о, скажем, принципах гемодиализа, да. Что такое гемодиализ? Это аппаратное лечение, это заместительная почечная терапия, когда функция почки полностью утрачена, и человек живет благодаря тому, что он получает лечение на аппарате искусственной почки три раза в неделю, от 4 до 5 часов, он приходит на диализ, и его организм очищается от тех азотистых шлаков, которые бы выводила почка, так? И получается так, где откладываются эти шлаки? Они откладываются в мышцах. И чем человек физически активнее, тем лучше он отдает вот эти самые шлаки. Таким образом, получается, что человек, который физически активен, он живет намного качественнее и дольше, и лучше на гемодиализе, нежели тот, у кого физическая активность низкая. Вот. Вот и все. То есть вот, наверное... Значит, я рекомендую. Вот, это не просто рекомендация, это даже мы сломаем некоторые, наверное, стереотипы о том, что вот диализные больные, они вообще, ну, ни к чему не приспособлены, они сидят и унывают дома в четырех стенах. Нет. То есть это обосновано теоретически и практически, то есть это вот получается, это просто действительно позитив на все сто процентов. Ну, то есть... Сам организм, физиология человека требует движения. Ну, то есть речь о каком-то риске, ну, то есть о вреде для здоровья от физических нагрузок идти не может, то есть наоборот это способствует улучшению состояния. Говорил, вот скажите, а вот насчет нагрузок, вот, тренировки, как себя ограничиваете и как вообще проходит процесс? Ну, да. Для диализников существует ряд каких-то упражнений, да, например, ну, никак не связано с профессиональным, да, вот, спортом. Это облегченные какие-то виды упражнений, облегченные виды какие-то занятия спортом, например. Ходьба, те же кардионагрузки, например, велотренажеры, плавание, которые стимулируют мышцы, вот, и, соответственно, происходит какая-то реакция, вот. Среди транспортированных больных существует профессиональный спорт, вот, о чем я вот узнал, съездив в Испанию, в Малагу, о том, что они, ребята, уже качественно занимаются этим видом спорта, с профессиональными тренерами, у них все есть, свои личные массажисты, там, они уже как бы профессиональные, да, своего дела. Поэтому у них все это поставлено на высокий уровень. Вот у меня вот задача сейчас, да, вот, если у меня вот все равно будет транспортация почки, вот, соответственно, я борюсь за длительность теперь жизни, поэтому мне нужно заниматься физической культурой, уже как-то наряду профессионалов, если знать, что да как, мне нужно уже как-то это все себе в голову вбивать. То есть вы, это у вас такие планы, настрой, уже есть настрой, боевой настрой. Узнавать надо, и, соответственно, передавать всем своим, например, землякам. У меня много звонков было со всей России, уже заинтересовались и бывшие спортсмены. Вот знаете, да, вот почки почему отказывают, кто-то переборщил с протеинами, там, или что-то, с какими-то добавками, и почки иссыхают, и отказывают. Ну, много-то, ну, каких-то... Причин. Да, 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 вот что-то такое бывает, и поэтому люди, которые занимались физической культурой, они мне звонят, интересуются, как можно возобновить тренировки, проконсультируйте, и как можно выйти на международный уровень. Гаврил, а лично вы в данный момент вот сколько времени уделяете вот тренировкам? Спортивная нагрузка. Сейчас, я честно признаюсь, я на каникулах. Вообще не занимаюсь. Да, я пока как бы дома упражнения какие-то делаю, особо... Но если надо будет сейчас... Я чувствую, что реально вот организм уже, он уже ленивый, он уже... Надо его пробудить и идти в тренажерку, побегать, побрыгать. Я сразу замечаю активность за собой после походов... Спортивная нагрузка. Да. Благо сейчас великов очень много. На Великах катаемся. И сезон, да, такой хороший. Да, именно аэробные физические нагрузки. Вот не все подряд, конечно, да, вот нельзя заниматься. Простите, вы продолжим беседу с нашими гостями по этой теме, через небольшую рекламу не переключайтесь. Мы продолжаем прямой эфир программы «Спортлуб». И сегодня мы с вами говорим в нашей студии о таком виде спорта, как спорт трансплантированных и диализных пациентов. Ну и тем более у нас есть замечательный информационный повод. Якутианин, наш земляк Гаврил Чамаханов, с успехом, успешно выступил на 21-х европейских играх среди диализных пациентов и привез домой на родину 7 медалей, из которых 2 золотого отлива. Ну и сразу вопрос к Гаврилу. Сегодня вы являетесь чемпионом этих игр, да, престижных соревнований. Но вернемся назад. Как вы узнали, когда вы узнали о своем диагнозе и как вообще прошли данные испытания? 4 года назад заболел, получается, и потом был какой-то восстановительный процесс, в течение которого информационно собирал про жизнь основного мира, будучи кто на диализе и кто на транспортном. Вот там я и узнал, что есть существуют такие вот мировые игры, мирового значения, где люди с такими диагнозами и, соответственно, выступают. Что подтолкнуло меня, например, вот на такую активную жизнедеятельность. Гаврил, а до того, как вы узнали о своем диагнозе, вы занимались активно спортом? Да, очень сильно притом занимался вольной борьбой. После школьных годов я уже стал посещать спортзал постоянно, в постоянном цикле. Особая благодарность вот тренерам, моего любимого Гавиарха Янска, Петру Васильевичу Партнягину и Степсову Афанасию Гавриловичу. Ну, именно эта база вам и помогла, я уверен, вот достичь таких успехов. База вот до сих пор и помогает преодолевать трудности. Ну, я говорила, лично ваше мнение, какова роль вот именно международного спорта, вот имплантированных и диализных пациентов, какова ее перспектива развития? Трансплантированных пациентов. Вот та необходимая бумажка, которая способствует нам сейчас в развитии данного вида спорта среди трансплантированных и диализных пациентов. Это выдано президентом Международной ассоциации трансплантации спорта, которая находится в Лондоне. Бумажка говорит о том, что в 2017 году первоначально Россия приняла участие как уже участник после 27 лет на международных трансплантированных играх. Отсюда мы исход делаем такой. Мы сейчас создаем свою федерацию, расширяемся и общероссийскую какую-то команду будем создавать, чтобы выходить на международный уровень тоже со всеми наравне. Искать также спонсоров, искать, ну в общем, преодолевать все эти трудности, которые нам были, да, вот недосуг. Мы не знали об этом вообще. Вот сейчас есть у России возможность через спорт посмотреть на весь мир, также идеализникам, которые думают, что они на месте прикованные лежат, также съездить, посмотреть что да как. Так что это очень такая потенциально, очень хорошая нужная система. Ну вот, Петр Николаевич, вот на примере Гаврила можно понять, что когда ты узнаешь о своем диагнозе, да, и когда ты думаешь, что вот ты уже человек практически с ограниченными возможностями, вот для него прийти в спорт было намного проще, да, ведь он занимался спортом, да. А вот для человека, который узнает страшный диагноз, да, возможно, как, насколько, вот вы как помогаете, как вообще вы считаете, нужно человеку прийти в спорт, вот перебороть свой страх, свой риск. Насколько это психологически тяжело? Конечно, очень тяжело. Первое, самое первое, не обходящее, это средства массовой информации, это первый помощник, первый источник знаний. Вот для этого вот такие передачи делаются. Вот им нужны такие герои, как Гаврил. Пожалуйста, вот герои, вот средства массовой информации, вот источник информации, вот люди, которые работают, вот тебе спортивная база, тренажеры, будь добр, приходи только. А вот чтобы преодолеть это, сейчас в данный момент в нашем городе есть все эти условия. Есть Республиканский центр адаптивной физической культуры, и в двух институтах готовят специалистов адаптивной физической культуры. То есть, получается, база есть, кадры есть. Приходите, работайте. А вот это у них есть, вот информационный вакуум. Вот в данное время, вот Гаврил, таких, как диагноз у него, пожалуйста, вот первый человек, который преодолел себя, не только преодолел себя, все вот это пошагово, все это прошел, информационную консультацию получил, сам развивался, разговаривая с другими людьми, которые как-то, вот пришел к убеждению, что не надо сидеть, а надо заниматься активом. Вот, пожалуйста, пробил тропинку, вот, пожалуйста. И добился результата. Да, Гаврил, вот вы действительно являетесь примером, да, для людей вот с подобным диагнозом. Вот вы на своем примере доказали то, что можно просто поехать и постараться добиться определенного результата. И такой вопрос, вот, мы озвучили то, что есть план создать Всероссийскую Федерацию. Вот вы ездили на Всемирные игры в Малагу, в Испанию, если не ошибаюсь, и вы там получили большой опыт, да, в общении с организаторами. Вот каковы перспективы, вот, именно вот, в каком ближайшем будущем мы можем ждать вот появления учреждения данной вот Федерации? И что для этого нужно? Ну, уже в этом году, соответственно, будет открываться Федерация спорта именно в городе Якутске. Идет сейчас пиар-компания по всей России, по тому, чтобы у себя на регионах они создавали тоже Федерацию. Соответственно, будет 43 региона. После этого можно будет уже обобщать и делать общую... Учредить Всероссийскую. Да, учредить Федерацию в Москве, общероссийскую Федерацию. После этого уже заявочку пускать и уже представлять как команду. Искать спонсоров, что немаловажно тоже, которые бы поддержали. Вот почему, вам большое спасибо, что пригласили нас, чтобы люди поняли, что это тоже спорт, что это международный уровень, чтобы тоже нам поддержку оказали. Я думаю, обязательно многие откликнутся. А у меня вопрос к Антонине Ивановне. Антонина Ивановна, вот, наверное, среди ваших пациентов есть множество еще примеров, ярких примеров того, что спорт, он помогает. Да, я скажу, что у нас Гаврил не одинок. Есть такие пациенты, вот, я не буду называть их имен, потому что не все готовы, значит, заявить о том, что они диализные пациенты. То есть есть пациенты, которые абсолютно скрываются, что они на диализе, и их близкие, ну, коллективы, к примеру, где они работают, вот в коллективе или коллеги не знают о том, что это диализный пациент. К примеру, есть пациентка, которая у меня до обеда, значит, прыгает с парашюта, а во вторую смену она идет на диализ. Или же есть у нас мастер спорта по пулевой стрельбе Российской Федерации, есть мастер спорта по стрельбе из лука, и кандидаты в мастера спорта, перворазрядники по шахматам и шашкам. То есть это очень активно, в социальном плане очень активные люди есть. Поэтому я не скажу, что все 100% пациентов наших именно вот этим спортом занимаются, а со нашей стороны только поддержка. Я глубоко признательна нашему генеральному директору Варданян Гранд Юрьевичу, который просто откликнулся буквально через, наверное, минуту в получасовом режиме, когда даже он был за границей, и он очень быстро откликнулся на нашу просьбу о помощи в финансовой поддержке Гаврила, которая была организована для того, чтобы он смог участвовать в всемирных играх. Я так и являюсь диализником, а на иностранной стороне я, получается, плачу за свой диализ. И будучи на неделе, я должен был три раза пройти. А один диализ стоит, например, 10 тысяч по-нашему 160 евро. Это для меня большие деньги, поэтому очень большое спасибо нашему генеральному директору. Ну то есть мир не без добрых людей. Мы в дальнейшем будем поддерживать. Спасибо моему верхоянскому народу, который отправлял деньги, зная о том, что я еду в Испанию на Малагу ради такого дела. Вот им большое спасибо тоже. Ну я думаю, вы оправдали надежды, и за вас они болели, вы привезли столько медалей. Мне кажется, это лучшая награда для тех, кто вам помог. Да, и в конце я хотел бы сказать, что своим коллегам, которые пребывают на диализе, транспортации, диагноз, который нам дали, инвалидность, ну от этого уже никуда не деться. Его не надо скрывать. Если государство ставит какие-то возможности, чтобы мы преодолевали, ну значит это надо. Поэтому не надо скрывать, например, об этом. Надо пользоваться уже, у меня другая жизнь началась, например, после этого, и, соответственно, я уже по-другому к этому отношусь и смотрю. Вот, поэтому у меня получают уже в таком ракурсе и в таком, вот, например, приятном позитиве. Жизнь продолжается, просто меняется образ жизни. Так что активная физическая жизнь нашим диализным пациентам только во благо. Ну вот мы говорим, да, вот, действительно жизнь продолжается. Мы последнее затронули то, что планы создать федерацию, а вот со спортивной составляющей, вот, каким дальнейшим соревнованием будете готовиться, говорил, где мы вас увидим. В следующем году уже буквально будет чемпионат Европы среди диализных пациентов и трансплантированных. Там уже я имею официальный вызов личный. Ну, хочется собрать уже команду на уровне, чтобы уже от России несколько человек поехало. Вот этим надо заниматься, сейчас это все узнавать, пробивать, материальную часть какую-то уже откладывать постепенно. Все. Уже и переводчики есть, и которые с нами могут поехать, и доктора, которые могут с нами поехать. Уже как команда, соответственно. То есть это ближайшие планы? Уже, да, в следующий год. А у меня вот такой возник вопрос. А какая мечта? Какая мечта у Гаврила Чумаханова? Ну, уже мечта одна только осталась. Чемпионом мира после трансплантации. Там большие деньги, это и большие возможности. Вот такая вот мечта. Поэтому я вот как-то познакомился с шестикратным чемпионом мира, у которого все хорошо. У него привилегии, у него статус, он депутат у себя на родине, политическая деятельность. Ну, и, соответственно, вот этот статус, который он себе взял, ему помогает по жизни. Он уже общественной деятельностью занимался тоже там на порядке 10 лет. Сейчас помогает своим коллегам тоже трансплантированным, медиализмом, пациентам. Я вот, я больше не отхожу никуда. План есть, да? Гаврил, мы знаем вас еще как организатора различных соревнований, да, вот в Якутске для людей, ну, с проблемами. Да, два раза проводили. Да, вот уже два раза. Ну, то есть, можно ли говорить о том, что там есть потенциальные вот люди, которые выступят? Достойно, есть. При том, при всем, что я, например, если затимался сильно, да, вот есть люди, которые, например, выиграют меня в теннис, например. Почему бы им не поехать и ребятам не показать себя, например. В этом направлении. Тут просто скрупулезно надо проработать, вот каждый, да, перевод тех же, например, трудностей, например, медицинских каких-то показателей. Все у нас вот это вот складывается. Я все это узнал, все в кучу могу собрать, определить и людям как бы уже послабления какие-то устроить, как организатор. Вот. Я могу, например, спокойно этим заниматься и быть руководителем. Ну, мне кажется, вы этим и занимаетесь поэтапно, постепенно, и скоро это принесет свои плоды. Да. Да, но, к сожалению, у нас подходит к концу время второго блока. Гаврил, большое спасибо, что, ну, в первую очередь, то, что прославили нашу республику, да, в этой сфере, вот, пришли с медалями. И то, что вы вдохновляете своим примером, я уверен, очень большое количество людей. Вам спасибо и спасибо и моим наставникам, и коллегам. Ну что ж, ну а наш эфир продолжается. Мы сейчас уйдем на небольшую короткую рекламную паузу, а после этого мы поговорим еще об одном спортивном мероприятии, которое пройдет у нас совсем скоро. Поэтому не переключайтесь, оставайтесь с нами. Все самое интересное сразу после рекламной паузы. Мы продолжаем наш эфир. И что ж, напоминаем о том, что мы работаем в прямом эфире. Номер в студии нашей 42-38-97. Звоните, задавайте свои вопросы. У нас еще осталось совсем немножко времени. Ну и в заключительном блоке нашего сегодняшнего эфира мы будем говорить про легкую атлетику. А именно завтра, нет, не завтра, сегодня вот уже начались тренировки, которые готовят именно женщин к важному событию. 27 августа состоится третий по счету экологический женский забег «Бегущая Лена». И у нас в студии организаторы этого самого забега представляем Марфа Пахомова и Туяра Алас. Добрый вечер. Здравствуйте, девушки. Добрый вечер. Ну, сидят девушки-красавицы. Рассказывайте, что же за такой забег и почему он именно женский, и почему откуда такое название? Ага, идея ко мне пришла два года назад. Это было в 2015 году. Я как раз презентовала свой женский сайт kerako.ru, и мне хотелось ее сделать как-то необычно. И я поняла, ну, я всю жизнь занимаюсь сама бегом. Не как профессионал, а любитель. Ну, и у меня мама занимается бегом, и тетя, они уже спортсмены, там, чемпионки России по 100 километров и так далее. И мне хотелось как-то их, им посвятить все это. Да, и тема экологии, она в любом случае очень важна для нас, для матерей и для жителей столицы, и вообще нашей республики. Поэтому, конечно, экологический такой появился, а потом женщины. Женщины, она вот, ну, женщины еще, простите, что-то разволновалась я. А на самом деле, почему бегущая Лена? Все спрашивают, в честь кого это? Что за Лена такая загадочная? Ну, как? Это же наша река. Она наша мать. Она нас кормит. Она о нас заботится. И как женщина, она тоже олицетворение женщины, мы тоже женщины, нам захотелось такую красивую, такое красивое мероприятие сделать, посвятить ей. И каждый раз мы делаем какие-нибудь экологические свои, как сказать, экологические акции, например. Первый раз мы выступили против строительства химзавода, это в 2015 году. А потом, в прошлом году, чистую воду из-под крана, в этом году мы будем собирать алюминиевые батарейки на утилизацию. Вот так вот. Действительно, тема экологии всегда актуальна, и тем более у нас идет год экологии. Да, год экологии и добра, потому что как, кроме нас, матерей, будет еще думать о здоровье, о чистоте. И человек, который занимается спортом, любым видом спорта, не только бегом, он начинает думать о питании, о том, что он ест, пьет, чистая ли вода, кругом, какая окружающая среда его окружает, чисто ли. Вот это все играет огромную важную роль, потому что некоторые говорят, а почему вы бегаете? Если это экологически, может, вы мусор уберете? На самом-то деле нет. Все начинается с головы, от человека, от отношений. То есть, по сути, для кого-то вот этот забег может полностью изменить отношение вот именно к жизни. Человек меняет, спорт меняет, и это прекрасно. Ну, примеров-то очень много, это даже как бы не стоит говорить. И думаю, то, что этому мероприятию большое будущее будет. В будущем я вообще планирую по республике, по дельта реки Лена проводить, не только в Якутске, чтобы было, но чтобы дальше шло и дошло до Венска. Ну, действительно, не зря говорят, хочешь изменить мир, начни с себя. Этим и займутся участницы этого забега. И мы знаем то, что вот сегодня уже прошла первая тренировка, да, этим занимается у нас спортивный клуб «Сулуспорт». Сулуспорт, да. И сколько участниц можно ли сейчас уже примкнуть к этой группе, и как проходят занятия, и, в общем, как... Какие-то ограничения, да, есть? Да, какие условия? Общее количество зарегистрировавшихся девочек примерно 400 же, да? 400 из них... Нет, это было в прошлом году. Ага, ну, каждый год еще больше. В этом году на сегодняшний день я так посмотрела, несмотря на сбой работы сайта, около 200 заявок поступило. Это точно не предел. Ну, сейчас тоже продолжают записываться. Продолжают, продолжают, и в день мероприятия еще приходят люди. Так, что нужно сделать? Сегодня, например, вот первая тренировка прошла примерно, ну, около 100 заявок, и, конечно, по факту подошли пока в пятницу. Ага, все отдыхаются, но надо еще и спортить. Следующая тренировка будет в понедельник, потом в четверг, и в воскресенье уже старт. Тренером является наш тренер Марьянна Васильева, которая тренирует нас в групповые, ну, тренирует групповые занятия в 6 утра. Вот как раз девочкам, я думаю, что понравится. Девушки, а подскажите, какие критерии, есть ли возрастные ограничения? Нет, возрастных ограничений нет. Никаких ограничений нет. Даже от детей, ну, родители, да, зарегистрируют, приходят. То есть и такое возможно, то есть мама может прийти с дочкой? Ну, нет, у нас уже есть целые семейные участники. Кланы. Да, кланы, там, мамы с дочками, с бабушками, с тетями, с сестрами. В прошлом году у нас очень семья такая яркая была. Женщина по имени Лена решила отметить день рождения у нас на забеге. Ага, ее зовут Лена, и она пришла с дочерьми и с внучками. Это было очень приятно на них смотреть. А мне кажется, а для них это было очень памятно и символично, да? Это памятно, да. И еще тем более мы поощряем всех участниц, зарегистрировавшихся в лотереи. Мы разыгрываем различные такие женские подарки, косметику, походу в спа, украшения. Потому что все-таки хочется всегда выглядеть не только красиво, но и быть здоровой. Ну, мы знаем то, что забег, дистанция будет 3 километра, да? Начинаем на площади Победы, бежим в сторону городского пляжа и обратно. Общая дистанция 3 километра. И вот сейчас, как я понял, эти тренировки, которые проводятся у спор, да, они именно готовят. Да, к нам могут присоединиться все желающие, то есть с нуля. То есть вот захотели побегать и приходите. Тут ограничений нет, получается, да? И как раз вот бегущая Лена, можно сказать, помогает женщинам начать. То есть потом они уже могут продолжить тренировки, заниматься спортом и выбирать. Да, и этот проект является открытым, это социальный полностью, никаких взносно, все бесплатно, тренировки все бесплатные. Мы хотим, чтобы бег стал еще более популярным, еще более доступным, чтобы здоровых, сильных, красивых людей стало еще больше. Ну и чтобы наш мир тоже... Девушек и женщин необходимо отменили. Да, ну вот это вот женский, чисто женский наш посыл. То есть мужчинам туда вход строго запрещен. Мужчины болельщики будут, да. Я думаю, девушки будут бежать, а аудитория будет мужская. Да, да, вот именно. И еще радует то, что принимают участие, имеют целыми трудовыми коллективами, сплочают все-таки людей. И хорошая рекламная кампания для них, потому что очень много фотографов, бывает журналистов, красивые памятные фотографии. Мероприятие такое позитивное, прям очень легко все проходит. И также мы приглашаем всех зрителей. Приходите все, примите участие, будет очень интересно, весело. И зарядимся перед учебным годом. Такой энергетический обмен сделаем. 27 августа, площадь Победы. Ну, действительно, очень хороший повод, чтобы начать заниматься спортом, физической активностью. А вот мы говорим о возрастных группах, да. То есть, не группах, а мы сказали, что наоборот нет возрастных ограничений, потому что может участвовать маленькая девочка. Все желающие, да. А вот что касается старшего поколения, есть ли представительницы старшего поколения? Ну, конечно, есть у нас. Да, самой старшей участнице за все время было 89 лет. Даже так. Она полностью сама пробежала всю дистанцию наравне со всеми. Она даже не последняя прибежала, финишировала. И как бы люди с инвалидностью тоже принимают участие. Это спорт, он для всех, без границ. Спорт доступен каждому. Да, доступен каждому. Девушки, а на будущее, какие вот помимо планов того, что вы хотите вдоль Дельта-реки Лена сделать такие забеги, да, может быть, вы хотите увеличить дистанцию, да, либо, может быть... Расширить программу, может быть, несколько дистанций может быть. Мне кажется, дистанция как раз оптимальна, потому что 3 километра, да, любой желающий может пробежать. Вот встали и пробежали. Это примерно, ну, 17 минут, 20 минут, да, легкого бега. Тут никто, никто и цель не ставит, там, стать чемпионом или так же. Ставить рекорд республики. Да, рекорд, да. Тут просто для себя. Любительская, любительская. 3 километра, как оно, вот, как мой организм работает, да, вот, на протяжении 3-3 километров. Примерно так. Мы знаем, что... А так делим, там, профессионалы отдельно и любители. А, такое разделение. Да, вот такое разделение. Просто есть желающие, которые, профессионалы, тоже хотят, да, проверить свои силы, поэтому отделили. Да, и еще в этом году у нас поступило очень много заявок от детей. Средний возраст, это вот около 10 лет, поэтому мы, думаю, отдельно для них тоже... Забег устроить, но дистанцию, может быть, сократить до 1 километра, ну, и еще и поощрить тоже, потому что очень много девочек. Ну, мы знаем, что данный забег проводится третий раз, третий по счету, а вот предыдущие, например, два раза уже проводили. Много ли случаев, когда вот после именно этого забега люди вот начинали вот заниматься легкой атлетикой бегом? Да, вот у МАФа как раз присоединялись, да, сразу девочки к нам. И, конечно, до сих пор тренируются. Вот недавно прошел якутский полумарафон, все достигли своих целей, как бы продолжают заниматься. Вот некоторые девочки вот сегодня даже написали мне, мы вот как раз увидели вас именно вот на бегущей лени. Это очень приятно для нас. Ну, что ж, спасибо большое, дорогие девушки, ну, а мы призываем всех телезрительниц, дорогие дамы, присоединяйтесь, ведь 27-го числа состоится третий экологический женский забег «Бегущая Лена». Просто придите, попробуйте на площадь Поведы. Ну, а до самого старта сегодняшнего дня уже начались тренировки, участвуйте и... Приобщайтесь к спорту. Ну, а мы на этом прощаемся. До скорых встреч в ущербе. Будьте здоровы! Субтитры подогнали Симон.